Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы продолжим с вами разговор о биологических способах защиты растений, произрастающих в саду и в огороде. Одним из популярных средств защиты растений и рассады, и обработки семян, и пролива рассады, которая уже высажена на постоянное место, и регулярные проливы опрыскивания против фитофторы, кладоспариоза, гнили корневых и многих-многих других болезней у томата, огурца, перца, баклажан, капусты, всех буквально огородных растений и многих садовых, в особенности земляники садовой, таким популярным средством является триходерма. Одна из триходерм – это триходерма вериды или триходерма зелёная. Существует несколько разновидностей препаратов на основе этой триходермы, но наиболее популярным является вот такая вот триходерма вериды, которая содержит штамм номер 471. Конечно же, мы не могли оставить без внимания этот препарат и посмотреть, что в нём находится внутри, и посмотреть, имеется ли там действительно триходерма, не является ли это какой-то некачественной подделкой, которая пусть и не за колоссальные, но всё-таки деньги, продаётся буквально в каждом садовом центре и лесодовом таком магазине. Препарат триходерма вериды представляет из себя вот такой вот порошочек, это такой сахар-песок, на который нанесена споровая масса. Конечно, посев этой споровой массы на чашечку Петри показал, что здесь споры есть, и хотя они очень немногочисленны, однако же они здесь присутствуют. Конечно, когда мы берём препарат вот такой вот из пакетика и проверяем, что там есть внутри, то это ни в какое сравнение не идёт с тем, что мы можем проверить из препарата, который вырастили сами. Вот посмотрите, вот эти вот горошины, так сказать, как пузырьки выглядят, это не что иное, как под микроскопом споровая масса триходермы вериды, которая была выращена на отрубях, ну, можно сказать, домашних условиях. Взялась малюсенькая-малюсенькая капелька, буквально просто прикоснулись петлёй к этой самой массе, нанесли тоже, буквально коснулись до капельки воды на предметном стекле, и вот посмотрите, какое колоссальное-колоссальное-колоссальное количество спор здесь обнаруживается. Если развести, довольно крепко развести препарат триходерма вериды, то здесь эти споры можно найти единичные, вот видны кристаллики сахара, не до конца растворившиеся. Ну, отыскать эти споры иногда бывает очень и очень сложно. Хотя, на самом деле, в этом препарате они хоть и малочисленные, но всё-таки есть, поэтому его вполне можно использовать для выращивания домашнего биопрепарата. Но о чём я именно, на чём я хочу сконцентрироваться, не на том, насколько качественные или некачественные препараты продаются в магазинах, а на том, где мы триходерму можем отыскать, так сказать, на халяву, задаром. И если никак у вас не получается подружиться с препаратами и не получается вырастить их в домашних условиях, то как же можно эту ситуацию обойти? Один умный мальчик, учащийся в средней школе, пришёл к нам в центр и принёс вот триходерму, выращенную вот в такой вот банке. Он нашёл в лесу гриб, старый трухлявый гриб, который был практически полностью поражён зелёной плесенью. Он сам дома, представьте себе, самостоятельно, вот в такой вот банке сварил агар по прописи, использовал простейшие минеральные вещества, сахар, залил, вдохновился нашими рекомендациями, вдохновился нашим каналом и высадил туда вот эту самую плесень. И оказалось, что это не что иное, как самая настоящая триходерма. Конечно, дикорастущая триходерма отличается от той, которая отбирается в лабораториях и затем уходит на производство, но точно так же, как яблоня, дичка отличается от каких-то крупных яблок, вкусных, сладких, которые долго хранятся, которые вы можете найти в супермаркете. Потому что в лабораториях отбираются наиболее активные штаммы, наиболее эффективные штаммы и затем отдаются в производство. Что уже с ними там в производстве дальше творится, это уже, конечно, отдельный разговор. Но, как бы там ни было, мы проверили эту триходерму на активности. Оказалось, что она вполне хорошо и успешно справляется с целым широким рядом различных заболеваний. Это и фузариоз, это и кладиспариоз, это и фитофтороз и другие проблемы, с которыми чаще всего огородники сталкиваются, особенно в защищенном грунте, но и в открытом тоже. Кроме того, мы ищем триходерму в ее естественных местах обитания, а это чаще всего такая вот сильно разложившаяся древесина из леса. Вот самое вероятное место, где можно найти триходерму в природе, это в мшистом лесу, там, где мха много, влажный такой лес, полуразложившаяся, буквально вот сильно разложившаяся какое-нибудь бревно или пень. Вот мы подкачиваем эту массу всю древесную, смотрим, что из нее может вырасти, и оказывается, что триходерма отсюда выделяется, ну, буквально в 95% случаев таких вот пней, древесных каких-то остатков, стволов рухнувших, которые уже прям вот сгнили, которые можно просто рукой буквально набрать, набрать, набрать вот этой вот трухи. Это и будет прекрасным местом, где вы можете обнаружить триходерму. Поэтому моя такая вам рекомендация. Если вам не удается вырасти триходерму дома, если вам не удается купить нормальный, адекватный препарат, ну, представьте, ну, вот рекомендация, вот эти 15 грамм надо растворить в ведре воды и внести в теплицу. Ну, там уже, понимаете, на уровне гомеопатии будут какие-то концентрации этих спор, судя по тому, в каком количестве они здесь фактически, не заявлено, но фактически находятся. Поэтому набираете вот таких вот в лесу трухи вот такой вот древесной, вот таких вот кусочков древесины, сильно разложившейся. У меня здесь, видите, даже с кусочками мха она есть. Набираете, набираете, идёте в лес с ведром, набрали, набрали, набрали. Ну, конечно, не надо там полностью разорять этот лес, всё-таки бережно надо относиться к естественным каким-то местам, изъятия этих ресурсов. И буквально по стакану вот этой вот трухи на квадратный метр ваших грядочек вносите, по весне можете это сделать, ну, так, как вы всегда препараты эти вносите. И поверьте, триходерма у вас в почве обязательно-обязательно приживётся. Мы её в таких системах выделяем из почвы потом, впоследствии. Она там приживается. И хотя периодически, хотя бы раз в месяц-полтора надо повторять эту процедуру в течение лета, для того, чтобы естественные силы, естественная конкуренция не вытесняла эту триходерму у вас из грядок. Если вы будете периодически, хотя бы раз в месяц, эту процедуру повторять, то у вас, по крайней мере, в почве возбудителей заболеваний, опасных заболеваний растений будет гораздо меньше, а через некоторое время вы сведёте проблемы почвенных заболеваний. А это многие, это и кладоспариозы, гнили, и корневые, и прикорневые, и фузариозы, и многие-многие другие проблемы. Вы с этими проблемами у себя и в открытом, и в защищённом грунте вполне справитесь. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не появится на рынке высококачественный препарат триходермы или не научитесь выращивать эту триходерму в домашних условиях. Если у вас первого раза дома не получилось, не отчаивайтесь, попробуйте второй, третий раз. Мы методы эти совершенствуем. Будьте с нами на канале для того, чтобы не пропускать наши выпуски. Ну, и ещё раз повторюсь, будьте бережны к природе. Выделять из этих вот щепочек, из этой трухи триходерму в домашних условиях я, конечно же, не рекомендую. Здесь всё-таки целый букет всевозможных микроорганизмов, в том числе грибов, которые не позволят вам без применения специальных методов оценить триходермы, это не триходерма, и что вы там нарастите. А вот просто вносить в почву – это вполне реально. Триходерма широко распространена, и, по крайней мере, это будет лучше, чем ничего не предпринимать, и уж тем более, если выносить химически синтезированные средства наподобие Максима или же что-то подобное. Это будет только вредить вашему огороду. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы возьмёте в заметочку этот метод, и он поможет вам избежать болезней и других проблем при выращивании растений. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!